Вместо учащихся школы оккупируют строители. В марте в образовательных учреждениях, которые вошли в республиканскую программу, начнется капитальный ремонт. Напомню, за три года набережных Челнах должны отремонтировать 42 школы. Только в этом году на приведение зданий в порядок татарстанские власти выделили 190 миллионов рублей. Сегодня третьему А-классу 28-й школы поручили нарисовать школу своей мечты. На воплощение своих фантазий детворе дали 10 минут. Задание выполнено. Субтитры делал DimaTorzok У обычной школы дверь расположена внизу, заходишь, открываешь. А здесь дверь расположена между этажами. Тоже подходишь, садишь на специальный лист, а у тебя поднимают двери. Я мечтала школу, которая поет в воздухе. И по земле, прямо под ней нужно ехать на машину. Так больше места сохранится. В эту школу можно летать на специальных кораблях. Рано или поздно детским фантазиям суждено сбыться. Перемены к лучшему уже начались. В их школе и еще шести других приступят к капитальному ремонту. Пока же по коридорам и подвалам ходила специальная комиссия во главе с руководителем исполкома города. Мы сейчас уточняем, где что нужно доделать, где переделать. Лучше сейчас все включить, чем потом задним числом доказывать и объяснять, что мы что-то забыли, что-то не забыли. Средства будут потрачены по четырем основным направлениям. Кровля, входная группа, окна и инженерные коммуникации. Но есть большая вероятность, что республиканские власти в список ремонтных работ внесут коррективы, обновят двери, а также заменят санузлы. Решение еще не принято. Понятно, что туалеты в нашей школе, конечно, не очень хорошее состояние. Даже в некоторых школах я видел, даже дверей не было. 11 марта на перебой со школьными звонками застучат плотницкие молотки. Спустя четыре месяца ремонт должен быть полностью завершен. А какие перемены и обновления ждут вашу школу уже в этом году? Своими наблюдениями и соображениями делитесь со мной по телефону 59 90 90. Я расскажу об этом нашим телезрителям. Илья Русаллахова, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.